Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал, мы живем в Латвии. Сегодня у нас уже суббота, 17 июня 2023 года. А новости у нас будут следующие. Платный специалист, платное исследование. Почему за МРТ надо платить 200 евро? Давайте разбираться, друзья. Елена посетила платного специалиста-невролога, у которого попросила направление на контрольный МРТ, магнитный резонанс. Врач направление выписал, но объяснил, слушаем внимательно, что исследование в любом случае будет платным, порядка 200 евро. Слушаем. Причина. Он не входит в список специалистов, которые могли бы направить на эту услугу за счет средств государственного бюджета. С подобной ситуаций столкнулись уже многие. Действительно, поход к врачу или обследование с направлением от специалиста вовсе не гарантирует получение необходимой услуги за счет средств государственного бюджета. Национальная служба здравоохранения НСЗ в этой связи разъясняет, выписывать направление на бюджетные услуги могут только те врачи, с которыми заключен договор. Пока не буду комментировать, друзья, слушайте дальше. В некоторых случаях для посещения специалистов направление вовсе не требуется. Пациенты к ним могут попасть совершенно свободно. Ой, все равно дайте в комментарии вам скажу. Да потому что все за деньги. За деньги, пожалуйста, хоть сейчас, как я проходил. Уж я-то, друзья, я-то все знаю, я проходил. Кого только я не проходил. Вновь подписавшиеся, поймите правильно, я на профессиональном заболевании. В Латвии Арацлими бы называется. Профессиональное заболевание. На работе заработал, естественно. Инвалидность присвоили уже пожизненно. А прошел все ступеньки, чтобы дойти до самого верха и чтобы наконец-то хоть остановиться. Сколько заплачено денег, друзья? Я понимаю, да, понимаю. Сейчас я вам расскажу, почему я останавливаюсь. Послушайте внимательно. Мне оплачивает государство вот эти все посещения врачей, специалистов оплачивает. Но мне надо сначала заплатить было. Ну вот, если надо проходить. Сейчас уже я... Да, уже год не надо. Ну не надо, мне просто пожизненно присвоили, друзья. Пожизненно. Все. Проходить, да. Вот надо заплатить сначала, а потом эти чеки отнести опять к семейному врачу. Ну без разницы, к семейным врачам или там помощники ихние, там медсестры это делают. Ну медсестры, естественно. Заполнят все эти бумаги. Какие лекарства? Правильно заполнены, неправильно. Да, чтобы соответствовать именно те лекарства мне возвращала непосредственно Рига. эти деньги, которые непосредственно по моей болезни, вот обезболивающие и так далее, и так далее. То, что написано семейным врачом, возвращали. Но существует определенная сумма. Ну это без разницы какая, друзья. Да, потолок. Это не все время оплачивать. Нет, нет. Вот там, ну примерно, возьмем давайте полторы тысячи. Все, я этот лимит. Лимит, да, лимит. Выбрал, все, чао. Гуляй, Вася, мать велела, за денежки. К этому уже я и подхожу. Ну лимит кончается, да, на лекарства, которые компенсируются государством. Мне оплачивается. Это я повторяю. Только профессиональное заболевание. Остальных не знаю, друзья. Просто вот так вот пойти, отдать чеки. Да, можете, кто работает, конечно, в налоговую отнесете, вам вернут, вам 23, не то 24 процента. Все. Ну, к примеру, вот если вот жена у меня работает, я не работаю через нее. Но не 100 процентов, а только 23, не то 24 процента, друзья. Продолжаю дальше новости. Ну вот хочешь, не хочешь, все равно без комментариев не получается. Как проверить возможности врача? Вот я хотел тогда остановиться, ладно. Слушайте дальше. Откуда ты знаешь, вот мы откуда знаем, что там у этого врача, что ему положено, что не положено. Какие договора у него заключены, какие не заключены. Вот и думайте. Для получения оплачиваемой государством услуги здравоохранения необходимо направление врача, вот я дальше, смотрите, продолжаю, семейного или врача-специалиста. Однако, на оплачиваемые государством услуги направление в праве выписать только специалист, практикующий в учреждении, который имеет договор с национальной службой здравоохранения, дающий конкретному врачу право выписывать направление на оплачиваемую услугу. Видите? Вот продолжаем дальше, слушайте. И это устанавливается пунктами 13 и 14 правил кабинета министрам за номером 555. Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения. На домашней интернет-странице НЦЗ вмнвд.gov.lv имеется раздел «Лигумы и стажу САРАКСТ» – список договорных учреждений, в котором приводятся списки специалистов с таким допуском, который включает. Перечисляю. Имеющих право на выдачу компенсируемых государством лекарственных средств. Следующие. Врачей, работающих в учреждениях социального обеспечения. Следующие. Врачей, работающих в местах лишения свободы. А теперь важное послушайте. Могут быть ситуации, когда один и тот же врач может быть платным и оплаченным государством, принимая пациентов, установленные лечебным учреждением, часы по обоим потокам. Видите, как у них там все? Я не зря остановился. Это, друзья, капитализм. Вот за что боролись, на то и напоролись. Но основная масса жителей – трудяги, работяги. Вот кто нас всех спрашивал? Кто простых жителей спрашивал? Взяли, перевернули с ног. На голову, на голову. И вот смотрите, что сейчас происходит. И если пациент обращается в лечебное учреждение для получения платной услуги, то и дальнейшие обследования назначаются за плату, за денежки. Все правят, всем правят деньги, друзья. Прям капитализм. Хотели, как говорится, многих почитаешь. Бананы хотели, джинсы. Вот получили. Получили. Но тогда были молодые. Не понимали. Ай, трава не расти. Что будет, то будет. А сейчас, посмотрите, сколько лет прошло. Тогда было по трицарику, ладно. По тридцать, ладно, пускай людям. Сейчас уже седьмой десяток всем. А тогда были молодежь. Вот так вот, друзья. Это я к чему говорю? Да, никто никого не спрашивал. Все надеялись на лучшее. А народ такой податливый, доверчивый. Верили. И как всегда обманули. Продолжаю дальше новость. Если получено направление от врача, имеющего договорные обязательства с НСЗ, то дальше нужно подавать заявку на услугу здравоохранения, которую оплачивает государство. Это круть-верть называется, как я говорю. Круть-верть. Пока все совсем разберешься, пока все это поймет человек, Да, вы правильно подумали. Ласты склеит. О семейных врачах и очередях. Послушай. Не на все оплачиваемые государством услуги здравоохранения направление имеет право выписать семейный. Наш семейный врач. Ой, как-то я рассказывал, друзья. Ладно, про этих семейных врачей. Ну, это просто... Это мое мнение. Это мое мнение, друзья. Мое. Личное. Это лишнее звено. Зачем? Это посмотрите. Это... Здесь... Пожалуйста. Не на все оплачиваемые государственные услуги здравоохранения направление имеет право выписать наш семейный врач. Зачем он тогда нужен? Зачем? Чему это придумали? Я все понимаю. Да, чтоб очереди, очередей там не было, да все такое. Но они же понабрали тысячи, тысячи. Им некогда. Это одна. Это только я одно затронул. Так аж... Какое вы имели право давать им вот эти все полномочия? Если они не имеют право направление выписывать. Как понять? Это значит, они отфутболивают к другим. Там заплатить, там заплатить, там заплатить. Лишнее звено. Не нужны они. Это мое мнение. Абсолютно не нужны. Это могли выписать просто вон в регистратуре и все. И пошел человек. Да, вы сейчас будете мне, конечно, спорить. Пожалуйста, ради бога, пишите комментарии. Да. Да вот, Сергей, так это не делается. Это ж надо, на учете должны быть... А где мы раньше были? Ну, мы где? У кого мы лечились? А? И было проще намного. Пошел к тому специалисту, пошел к тому специалисту. Тот специалист направлял к другому. Все. А сейчас без семейного, якобы, вот без этой бумажки, все дороже будет. Зачем? К чему? Детские врачи, пожалуйста, отдельно. Эти отдельно. Ну, зачем семейный врач? А вот объясните мне, вы. Объясните мне, пожалуйста. Если, конечно, можете, если вы... По желанию. Я прошел, да, прошел. Ну, и что толку? Что от них толку? В некоторых случаях подойдет только направление врача-специалиста. Вот я вам говорю, что. Ведь все равно туда идти надо. Не к семейному. Семейный ничего не решает. Я сталкивался уже сотни раз с этим. С этими проблемами. Я ничего, говорит, не могу. Надо идти. Без этого я ничего не могу. Написать я то не могу. Это я сделать не могу. Зачем они нужны? Ох, как я мог бы сейчас это развить. И хочу обидеть. Я никого не стесняюсь. Я прямой человек. Мне нечего, как говорится, терять. Кроме здоровья. Кроме здоровья, действительно. Которое я отдал это здоровье на заводах. И работал всю жизнь. Еще раз повторяю. Может быть, кто-то мной подписался. Сижусь официально. Да, горбатился. А проблем, посмотрите, сколько. Заболел. Да. Но я ужаснулся, когда я начал это все проходить. И то с боем с дракой. Я же чувствую, видел. Ну, сам себя же обижу. Правильно? Люди. Работяги со мной, кто работали. Сергей, как? Иди быстрее. Что ты? Вот не послушал я одного врача, который говорил. Давным-давно мне еще сорока не было. Ну, ладно, сорок лет не было. Да, про это профзаболевание. Пусть видит и слышит. Может быть, стыдно станет тому человеку, который мне сказал, вам ничего не дадут. Проценты. Процентики, конечно, а не трудоспособности. А в итоге я потерял большие деньги из-за того человека, про которых я сейчас объясняю вот это все. Зачем они нужны? Значит, они с кем-то связаны? Как я говорю, вась-вась. Им там указания дали не давать? Напишите комментарий. Я со многими встречался. Это профзаболевание. Они всю жизнь горбатятся, уже болеют, не могут, уже падают. Сознание теряют на работах. А им не дают. Не дают. Указания сверху. Вот теперь пишите там, валите на меня. Я имею в виду те, которые 0,1% может быть, которые обычно всякие пакости пишут. Я это прошел, мне не надо песен петь. Знаю, что такое. Одни врачи, даже вы на комиссии, говорят, Сергей, почему вы это не делаете? На группу отправил ее Хайды. Да что это за такое? В некоторых случаях подойдет только направление врача-специалиста. Если эти случаи требуются специфического обследования. Друзья, я все не зря начинаю вот эти вот новые. Не зря. Да. Очень даже знаком со всеми вот этими ситуациями. Существуют также отдельные оплачиваемые государством лабораторные исследования, которые могут быть назначены только врачом конкретной специальности. Друзья, я не со злости ничего. Но все равно мне в душу. Да. А как тут будешь? Можно вежливо вот так вот объяснить? Если мне прям, извините за выражение, в наглую я вижу, что распоряжение, видимо, было оттуда. А прихожу туда, приезжаю в Страдоню. А где вы раньше были? Почему? Кто у вас семейный врач? А-а-а. Все под Богом ходим. Нельзя так делать. И вы потом открылись, показали свое истинное лицо, когда вот это соплисто заболевание пошло. Вы еще хлеще на поводу пошли, а еще больше себя показали. А вот очень многих, зная врачей, которые не пошли на эту поводу. Нет, не дождетесь. Никогда не расскажу, что это за врачи. Которые говорили, не слушайте вы эту ересь, глупость. Вот видите, как это все осталось, осадок. Остался какой осадок. От этого вот, что происходило здесь у нас в стране. Так они и до этого, вот им оттуда... Вы же врач. Вы клятву Гиппократа давали, как там. Я не ученый, я не учился на этих врачей, специалистов и так далее. Не терапевт. Я обычный простой сварщик. Но так нельзя делать. Вы должны своей работой заниматься, а не слушать, что вам там в распоряжении. А, работу потерять боитесь, да? А что ж вы тогда выходите на пенсию и дальше работаете? А, деньги, да? Понятно. И пенсии у вас большие, все, хватит. Дайте молодежи работать. Место. Может, те научатся работать нормально. А вы по старинке все. И под дудочку привыкли плясать. Где же вы, независимые врачи? Все продались. Абсолютно все. Почти. А есть, конечно, врачи. Да, есть. Не спорю. Я не боюсь правду сказать. Еще раз повторяю, мне терять нечего, кроме здоровья. Как известно, на бюджетные услуги в медучреждениях огромные очереди. Вот видите, опять дальше продолжаю. Огромные очереди. НЦЗ напоминает в этой связи. Одну и ту же оплачиваемую государством услугу здравоохранения оказывают многие лечебные учреждения по всей территории Латвии. Причем направление, если только это особо не оговорено с врачом, который дает направление, не ограничивает место, где можно получить услугу. То же самое относится и к анализам. Их сделать можно в любой лаборатории, где конкретное исследование проводится. Проверить очереди можно на сайте www.rindapiersta.lv Давайте еще раз повторю. www.rindapiersta.lv Ну, по буквам. Точка. Кроме того, для выяснения актуальной информации о времени ожидания, а также для заявки на получение услуги, необходимо связаться с регистратурой выбранного лечебного учреждения. Можно узнавать и по бесплатному информационному телефону НСЗ. Называй телефон. 8-00-12-34. 8-00-12-34. Это бесплатный информационный телефон. Врачи, принимающие без направления. Кушаем дальше внимательно. Есть ряд специалистов, которых можно посещать без направления. Однако, чтобы визит был оплачен государством, необходимо убедиться, что выбранное учреждение и врач предоставляют оплачиваемые государством услуги. Специалисты прямого доступа. Слушайте внимательно, перечисляю. Это специалисты прямого доступа. Психиатр или детский психиатр, если лицо страдает психической болезнью. Следующий. Нарколог. Пневмонолог, если лицо болеет туберкулезом. Дерматовенеролог. Может быть, где-то немножко ошибусь, но я надеюсь, нормально. Дерматовенеролог, если лицо болеет сексуально- трансмиссивной болезнью. Эндокринолог, если лицо болеет сахарным диабетом. Слушайте внимательно, перечисляю. Онколог, химиотерапевт, если лицо болеет онкологической болезнью. гинеколог, офтальмолог, детский хирург, педиатр, инфектолог, если человек болеет ВИЧ или гепатитом. Спортивный врач в детской клинической университетской больнице. И специалисты, оказывающие услуги в кабинете нарушений настроения для детей. Я не ошибся. На этом я эту новость заканчиваю. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал Большая Просьба. Делитесь с друзьями в социальных сетях и вообще с друзьями делитесь. Может быть, эта информация будет, надеюсь, кому-то полезна. Желаю всем здоровья. Самое главное здоровья. И не надо ходить чтобы не понадобились вам вот эти вот врачи. Но сами понимаете, вот с возрастом всегда приходят какие-то болячки, друзья. Да. До свидания всем. Здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Всем большое спасибо за поддержку нашего канала. До свидания. До следующих видеоновостей.